Стремительная футбольная карьера. Сначала игрок футбольного клуба Мордовии, потом московского Динамо. Речь о Кирилле Курочкина, который выбрал странную дорогу по приобретению известности. В 2010 году футболист вернулся из Москвы на малую родину, и о нем вновь начали писать журналисты. Но не спортивные, а криминальные. Сначала Курочкина задержали за мелкое хулиганство, потом поймали за пьяную езду. Когда спортсмен подрезал на трассе министра внутренних дел республики. Тихо, тихо, тихо. Дальше, больше. В 2016 году уже экс-футболиста задерживают за употребление и хранение спайсов. Он получает три года условно и обещает суду больше не притрагиваться к наркотикам. Однако обещание не сдержал. В ходе проведения оперативно-рыскных мероприятий сотрудниками НК МВД по республике Мордовия в июле 2018 года на улице Семашки был задержан футболист Курочкина и футбольный судья. При проведении личного досмотра было обнаружено наркотическое средство ГАШИШ массой 5,5 грамм. За что задержаны вы сегодня? Только догадки. Ну, какие ваши предположения? Ну, что-то связано с 228. Вы наркотики употребляете вообще? Нет. Вообще, то есть не употребляете? Давно не употреблял. А раньше употребляли? Да. Положение Курочкина осложняло то, что он еще не отбыл предыдущее наказание. Срок должен был закончиться в феврале 2020 года. Футболисту предъявили новое обвинение по той же статье, что и ранее. С момента задержания и до оглашения приговора прошло всего два месяца. На первом же судебном заседании, которое прошло в особом порядке, Курочкин выслушал обвинительный приговор. Приговором суда Курочкину было назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Приговор в законную силу не вступил. Такое лояльное решение в пресс-службе суда объяснили заключением досудебного соглашения, полным признанием вины, раскаянием и былыми заслугами. Курочкин вновь пообещал, что такого больше не повторится. Второй фигурант уголовного дела – друг детства, арбитр Денис Рожук. По версии следствия, именно у него покупал гашиш Курочкин, поэтому футбольному судье меняют более тяжкую квалификацию – сбыт и хранение. В ходе обыска в квартире Рожука было обнаружено еще 13 граммов наркотиков, а это значительный размер. По подозрению в чем сдержали вас? Ну, видимо, по подозрению в каких-то манипуляциях или там еще что-то, связанное с таркотическими средствами. Уголовное дело в отношении футбольного судьи также направлено в суд. Его рассмотрение продолжается. Екатерина Шокурова, Игорь Гангаев. Программа «Происшествие».